Всем здравствуйте! Я продолжаю делиться результатами мини-опросов, которые я провела среди студентов по поводу того, что нужно, чего не нужно делать преподавателям в дистанционном формате. И второй вопрос оказался Moodle. Студенты Томского государственного университета занимаются в этой системе, все курсы там обязательно представлены. Некоторые коллеги в дополнение также используют Google Class, но Moodle такой основной инструмент. Мои курсы размещены там, поэтому очень хотелось узнать, что студенты видят удачным, каким решением удачным, а какое нет, а что видят неудачным решением. И это был открытый вопрос, сформулированный так, чтобы спровоцировать такую эмоциональную реакцию больше студентов. А эмоциональная реакция, она, как правило, несет за собой дальше честность, боли, которые здесь созрели. В общем, то, что мне, собственно, было нужно. Делюсь. В этом вопросе студентам надо было закончить высказывание «Меня бесит и грустит, когда в курсе Moodle», и дальше можно было отвечать. Я специально использовала не закрытые варианты ответов, из которых можно было выбирать, а именно открытый тип вопроса, чтобы получить самый большой спектр реакций. На этот вопрос ответило 85 человек из 112 ответов, которые были получены. Еще раз напоминаю, что это минимум 4 факультета, 2 технических, 2 гуманитарных, возможно, больше. И проценты, которые представлены, они представлены от 85. Очень много реакций, в общем, ожидаемо было относительно технических неполадок, которые были связаны с резким переходом в эту систему. И это ожидаемо, что все виснет, что-то не виснет, что-то загружается, что-то не загружается, расстройства и обиды по поводу того, что тест где-то оценен неправильно и так далее. Но здесь мы, как преподаватели, особо ничего сделать не можем. Только радоваться, что с каждым разом Moodle становится все лучше и лучше технически. А вот, посмотрите, 48%, то есть это практически половина выразила свою боль относительно заданий, которые представлены в этой системе. Типов заданий и как с ними работать. Поскольку было очень много реакций, связанных с заданием, поэтому рассмотрим потом подробнее. И отдельное внимание студенты просят уделить организации материала внутри курса. Часто они жалуются, что это все накидано хаотично, непонятно, что смотреть сначала, что не сначала, что обязательно, что не обязательно, что выполнять, что не делать. И иногда это просто целая не структурированная свалка, цитирую, материалов, где не совсем понятно, что относится к какому формату и даже к какой паре. Очень много боли, поэтому вопросу 14% это прилично от 85%, поэтому считаю нужным это упомянуть. Итак, какие же трагедии у нас связаны с заданием, о чем основные боли? Я попробовала сгруппировать вот эти высказывания и получилось следующее. Первая боль связана с тем, что задания появляются внезапно и сразу много, и студенты не успевают распределить свое время, чтобы их выполнить. Либо они появляются как-то скрытно, по мнению студентов, они не замечают, что эти задания выложены, или преподаватель как-то не предупредил, не пришло уведомление на почту, они их обнаруживают вот в конце. В конце чего не знаю, цитирую текст. Далее дедлайн. У многих заданий не указан дедлайн, и это огорчает, поскольку они также не могут распределить свои силы, за какое задание взяться в первую очередь, за какое во вторую, потому что параллельно идет несколько курсов, и когда у заданий дедлайна нет, то с этим очень тяжело работать. И с этим же дедлайном связана обратная ситуация, когда дедлайн, наоборот, очень жесткий, он дается слишком небольшой, одновременно получаются горящие дедлайны у нескольких заданий на нескольких параллельных курсах, они чувствуют себя перегруженными, и очень огорчаются по этому поводу. Или дедлайн разный. Это еще одна боль, когда в модле указывается один дедлайн, где-то в другом формате коммуникации с преподавателем другой дедлайн, и слухи доносят некий третий дедлайн. В одном из сообщений указывается, что преподаватель сообщил вслух четвертый дедлайн. В общем, боль связана с разнородностью дедлайнов, об этом надо подумать. И также страдают студенты по поводу инструкции к выполнению и критерии оценки. То есть у многих заданий нет каких-то инструкций, как их выполнять, что нужно вообще сделать. Студенты не понимают, переживают. Либо они получают оценку за задание и не понимают, по каким критериям эта оценка происходила. В общем, коллеги, боль страшная. Но самая большая боль относительно заданий, это по типу заданий, которые выкладывают преподаватели. Вот здесь в столбик я привела некоторые ответы. Слабонервных и чувствительных преподавателей прошу промотать этот слайд или найти этот экран. Потому что я хотела честность, я честность получила. Все высказывания студентов я обязательно принимаю и на свой счет. Хотя понимаю, что они оценивают часто не только меня, а весь свой опыт, который происходил за эти три недели. В общем, даже по этим высказываниям вы видите, что очень важно объяснять смысл заданий. Почему они это делают. Потому что студенты отмечают большое количество письменных заданий, письменных эссе. И при этом они не понимают, какие навыки это формирует, какие результаты обучения это дает. И, соответственно, теряют мотивацию к выполнению этих заданий. И отдельно несколько студентов упомянули, что делать и отсылать видеозаписи из себя им причиняет некие неудобства и боль. И относительно того, что нужно загружать эти большие видеофайлы в Moodle. Или их куда-то вообще размещать. Поскольку студенты сейчас стараются даже не оставлять цифровых следов везде. Не только в учебном процессе или в личном. И второй момент, что они не хотели бы, чтобы преподаватель на них смотрел по каким-либо причинам. Указали только, что не хотел бы, чтобы преподаватель меня видел. Во второй части этого вопроса им нужно было закончить высказывание. Меня радует, когда в курсе Moodle slash Google Class. И нужно было закончить. Как правило, все радости переворачивают боли. То есть, когда задания понятны, когда всё работает. То есть, они повторяют те боли, которые они высказывают, только в позитивном ключе. Я тут выбила вот в такие ромбики некоторые вещи, которые новые относительно радуют. Здесь ребята упоминают, когда в презентации есть все термины. Или эти термины представлены где-то в глоссаре. Ну, то есть, термины где-то собраны, использующиеся по курсу. Это, кстати, моя боль. Потому что я совершенно забываю о том, что надо какие-то термины прописывать в презентации. И у меня нет глоссариев. Вот, когда всё понятно с заданиями, да, и зачем они, когда всё работает. Отдельно вот такой большой-большой ромбик, когда преподаватель быстро и развернуто отвечает. То есть, студенты и в болях прописывают, что им не хватает обратной связи от преподавателя. Скорости и развернутости. И вот отдельная такая штука про дизайн. Очень ценят, когда преподаватели пытаются добавить в свой курс Moodle какие-то красивости, весёлые картинки, какие-то юморные элементы или какие-то выделения шрифтами. В общем, поскольку мы выяснили, что студенты-то у нас визуалы, визуальная часть Moodle, она ценится. Сразу курс становится более приятным. И отдельно ребята прописывают, что им очень нравится, когда курс в Moodle становится такой общей сборкой, навигатором, когда в нём осуществляется контроль, но от него очень много ссылок на какие-то муки, где они могут посмотреть отдельные лекции или на TED, или ещё на какие-то ресурсы. При этом всё это не завершено только Moodle и отсылками, при этом преподаватели ещё параллельно ведут вебинары. То есть многие высказываются, что вот эта форма, она самая такая приятная для них. На этом слайде я собрала некоторые высказывания из ответов студентов, что их радует в курсе Moodle, что хорошо. Здесь практически всё, что я говорила. Обратите внимание на первое. Пожалуйста, преподаватели, записывайте лекции или хотя бы подкасты сами. Это так круто! В общем, студенты обращаются и мотивируют нас попробовать это сделать. Что я себе взяла на заметку? Это просмотреть внимательно структуру своих курсов на пример того, чтобы было понятно, где какие материалы, что есть, чтобы это не было кучи. Может быть, убрать лишние материалы, оставить какой-то минимум-миниморум, распределить. В общем, с этим поработать. Далее проверить, что ко всем моим заданиям написаны ясные инструкции. Это важно, особенно в дистанционном формате, когда вы это не проговаривали вслух. Прописать понятные критерии оценивания. Я тут прокомментирую, что в Moodle есть очень хорошие инструменты, о которых я сама, честно признаюсь, недавно узнала. По оцениванию заданий, где вы можете вот эти критерии настроить сами для себя и студенты, тогда будут сразу получать обратную, развернутую связь. Я знаю, что Светлана Борисовна Велединская в нашем проекте «Пары на диване» уже выложила, как это можно сделать в Moodle. В общем, всем рекомендую, это очень здорово. Далее я поняла, что очень важно объяснять студентам, зачем они выполняют эти задания или задания какого-то конкретного типа, для чего они это делают. И каковы их результаты обучения. Так, например, в вебинаре я всегда проговариваю студентам, что тесты – это не мой способ контроля их, а это мой способ еще раз их обучить. Потому что, когда, говорю, вы смотрите ответы на тесты в интернете, я знаю, что вы еще раз этот материал просматриваете. Плюс это показывает мою фокусировку, чтобы они не забыли, что раз есть этот вопрос в тесте, значит, вот этот момент важен. Также про форумы, я любитель форумов, если честно, в которых ребята должны небольшие высказывания свои оставить. Я всегда проговариваю, что очень важно учиться проговаривать свою позицию, аргументировать свою позицию, потому что это пригодится им в будущем. Ну, просто я это делаю более подробно, рассказываю. И, знаете, тогда, ну, то есть это срабатывает, работа в форуме идет точно активнее. Установить каменные дедлайны. Это я тоже беру на заметку себе. Я обычно делаю студентам дедлайны до конца семестра, чтобы они сами внутри распределяли, ну, когда они это вот это вот все сделают сами. Такое, тренирую их самоорганизацию. Мне казалось, что это будет хороший вариант. Ну, это срабатывает не со всеми группами, потому что часто я сталкиваюсь с тем, что в конце семестра прекрасно сижу и проверяю горы работ. Возможно, с некоторыми группами действительно нужно работать с каменными дедлайнами. Такими жесткими, но равномерными. И не выкладывать задания внезапно. Ну, и порадовать дизайном и юмором студента, если найдутся силы. Это то, что я взяла для себя, и коллеги, все остальное, опять же, решать вам. И отдельное спасибо, дорогие студенты, за то, что вы ответили на эти вопросы. И такой тоже мой еще небольшой комментарий. Это были не одно-два предложения, а вот 85 студентов, они прямо маленькие эссе написали на тему, что надо и что не надо делать преподавателю. Немного забавно, то есть сами они эссе делать не хотят, но здесь они эссе писать готовы. Вот что значит сила мотивации, ну и то, что наболело. Все, коллеги, прощаюсь. Всем дизайнерских и очень содержательных структурированных курсов Moodle. Спасибо. Спасибо.